Всем привет-привет! Всем отличного настроения! Прекрасных предпраздничных дней! Сегодня мы с вами сделаем демо-версию расклада прогноз на 24-й год. Почему это демо-версия? Во-первых, расклад будет на одну позицию. У него нет цели показать вам, каким конкретно будет 24-й год для вас. То есть задача, скорее всего, этого расклада не совсем прогностика, а показать вам, как может выглядеть годовой расклад, если вы придете ко мне и закажете индивидуально такой расклад. То есть какие вопросы будут звучать в раскладе, каким форматом, то есть как я его делаю. Это для тех, кто ранее не заказывал, у меня годовой расклад, и не может предположить, как это будет выглядеть. И поэтому моя задача в этот раз показать вам, что будет, если вы придете на индивидуальный расклад, что вы, возможно, услышите, и как это все будет проходить. Более подробно я написала анонс в разделе «Сообщество». Там вы можете это прочитать. Для тех, кто не разбирается, что такое сообщество, под видео, вот здесь внизу, да, есть название, где, вот так, есть название моего канала, там, где фотографии, нажимаете, вас перебрасывать на главную страницу моего канала. В верхнем ряду, значит, под фотографией, вот здесь вот где-то, когда вас перебросит, да, сверху, будет разные главы, разные подразделения, да, как это правильно назвать. То есть это видео, это короткие ролики, да, это сообщество. Нажимаете на эту главу, которая называется «Сообщество», и вас перебрасывает в то место, где я выкладываю анонсы каждую неделю, когда приглашаю вас поучаствовать в Блиц-консультациях. Поэтому сегодня, в пятницу, утром выйдет анонс на годовой расклад. Я сразу написала и стоимость, сколько это будет по времени продолжаться и так далее, то есть вся необходимая информация. Вот, если после этого у вас все равно останутся какие-то вопросы, я дала свои контакты в этом посте, вы можете перейти по ним и связаться со мной, и я вам отвечу на ваши вопросы. Также сегодня в разделе «Сообщество», оно уже чуть позже, да, чтобы не накладывался один пост на другой, выйдет новый пост про Блиц-консультации, который я буду проводить 30 и 31 числа на тему потока. Для тех, кто не в курсе, потоковые расклады – это расклады без конкретного запроса. Что я увижу, то я и буду говорить. Опять же-таки, может быть, что я увижу что-то из вашего прошлого, да, то есть мне по каким-то причинам информационное поле может показать и ваше прошлое, может показать ваше будущее, может показать какую-то конкретную ситуацию. То есть здесь, как говорится, бабка надвое сказала, что в выпаде-то выпаде, да, нету конкретного какого-то, как это сказать, плана того, что я могу увидеть в потоковом раскладе. Но в любом случае, кому интересно, приходите. Блицы провожу всегда по выходным. Желательно заявку не присылать в воскресенье вечером. Ну, тем более, что это преддверие Нового года. Но в нашем мире, когда работаешь с людьми, ничего не может быть предсказуемым. Все непредсказуемо, потому что, ну, не знаешь, как кому в голову что вбредет. Поэтому на всякий случай я говорю. Вот, поэтому в пятницу, то есть сегодня выйдет утром, в пять утра пост про годовые расклады. Кому интересно, кто хочет, может записаться. Нету ограничения по времени, когда вы можете прийти. Вы можете годовой расклад заказать в день своего рождения. То есть это может быть, допустим, если у вас день рождения в Иовен, вот в марте, в март-апрель, вы можете тогда и заказать годовой расклад. То есть тогда, когда начинается ваш год именно с момента рождения. То есть это не принципиально. Мне задача была показать наполнение, то есть сам контент годового расклада. И в посте, где я выложила в разделе сообщества про годовые расклады, я внизу сделала такую пометочку, кто уже у меня заказывал годовые расклады. Я вам буду признательна, если вы в комментариях опишите обратную связь. Для чего? Для того, чтобы те люди, которые будут приходить, кто еще не приходил, чтобы им было понятно, насколько вы остались удовлетворенными, либо нет. То есть обратная связь, она всегда дается именно для, как отзыв, для других людей, для понимания, стоит или не стоит. Опять же таки, все чисто субъективно и все индивидуально. Хочу сказать еще такую ремарку. Вот за последнее время, последние 2-3 года, что я делаю годовые расклады, я не знаю, с каким настроением приходят люди, с какими-то ожиданиями. Всегда почему-то, наверное, мне кажется, что мы ожидаем что-то хорошее услышать. Но учтите тот момент, что если вы ничего не меняете в своей жизни, то по сути из года в год вы дублируете просто свою жизнь. То есть если у вас не было настроения, если вы смотрите на мир через призму серых цветов, то и велика вероятность, что и 24-й год будет таким же серым. Почему? Потому что иногда бывает, мы ожидаем какого-то чуда, но чтобы чудо произошло, мы сами должны к этому приложить какие-то свои ручки, что-то сделать для этого. И в меньшей степени уже как-то судьба будет вмешиваться. То есть в большей степени это наша работа, это то, что мы сеем, мы получаем как результат. Но я думаю, что на канале самопознания вы все люди достаточно осознанные и понимаете, что просто сидеть и ждать, что вот там свалятся деньги с неба, либо какая-то, я не знаю, лучшая работа, будет какой-то шанс предложения. Даже если это будет, это надо все равно заметить. Если внутри нас наша наполненность, наш характер, наше убеждение, наше видение мира, оно пессимистичное, то велика вероятность, что шансы заметить, они будут минимальные. То есть здесь судьба должна прям вот очень строго, наверное, как-то вмешаться и сказать, что давай я тебя встряхну и покажу, что надо что-то делать. Как правило, из года в год сценарии наши не очень сильно меняются. Почему? Потому что люди не сильно меняются, если они к этому не прикладывают никаких усилий. Поэтому имейте это в виду, чтобы потом не разочаровываться, чтобы не было такого, что вот я там ожидал, что появится какой-нибудь принц на белом, розовом, голубом коне, а он не появился. Почему? Потому что у человека там куча своих каких-то травм, которые он не прорабатывает, не осознает. И как следствие, он может и не замечать этих принцев. Они-то, может быть, и будут в его пространстве, но он их не замечает. То же самое с работой и с любой другой сферой. Поэтому канал-то и создан для того, чтобы мы немножко в себя посмотрели и стали адекватными. То есть не надо, допустим, говорить о том, что мир несправедлив и так далее, и так далее. То есть проще посмотреть на себя немножечко со стороны, понять, где что нужно подкорректировать, исправить. И это обязательно вам воздастся. То есть закон причинно-следственных связей никто не отменял. Это я говорю, знаете, так мягко хочу сказать, потому что сталкиваюсь с тем, что люди приходят в надежде. Опять-таки, знаете, вот эти вот ожидания, надежды. Чем больше я с ними сталкиваюсь, тем больше я их не очень-то и люблю. Почему? Потому что очень много разочарований. А мне не хочется давать вам рушить ваши какие-то иллюзии. Хотя иллюзии, они... Поэтому и сладкие, что они иллюзии. Вот. Но когда сталкиваемся с реальностью, это становится очень дискомфортно. Поэтому будьте немножечко объективными, да, и в здравом, как говорится, рассудке. Эмоции хорошо, но реальность, она остается реальностью. Итак, сегодня, значит, еще раз скажу, расклад будет на одну позицию. У нас с вами будет 11 вопросов. То, что я сказала в выступлении, это не значит, что вы не можете услышать что-то, что вам будет откликаться. Вот. Но опять же-таки, имейте в виду, что помимо того, что это общий расклад на одну позицию, это еще и демо-версия. То есть у меня здесь нету задачи что-то загадывать, вот как-то, не знаю, считывать поле. У меня здесь задача показать вам, да, что какие вопросы могут звучать в раскладе, если вы придете на индивидуальный расклад. Вот. И имейте в виду, что загадывая индивидуальный, заказывая индивидуальный расклад в вопроснике, да, здесь у нас есть несколько сфер, особенно если это личное и профессиональное, я всегда уточняю, да. То есть если вы, например, в браке, я уточняю, в браке вы или нет. Почему? Потому что карты многогранные, и они могут показывать, допустим, если вы в браке, и вас просто интересует, чтобы у вас все было хорошо, вы были счастливы, то я не буду тогда трактовать карты в контексте того, что появляется какой-то новый человек. Не исключено, конечно же, да, но чтобы сузить вот этот вот вектор, да, развития разных ситуаций, я уточняю, то же самое и на работе, да. Если вы не работаете, ну, смысл тогда смотреть тот момент, что, я не знаю, у вас что происходит на работе, ну, потому что вам это не будет откликаться, так как вы не работаете. Но опять же, если мы хотим узнать, что если вероятно, что я устроюсь на работу, то да, такое мы можем тоже посмотреть. Ну, то есть я думаю, вы понимаете, да, чтобы сузить направление и не рассматривать так достаточно обширно. Вот, эти моменты я тоже уточняю. Итак, давайте мы с вами приступим. Можете смотреть просто ради интереса, не знаю, ради любопытства, ради просто хорошо проведенного времени. Ну, я надеюсь. Вот, но можете тоже для себя загадать что-то, обязательно услышите. Итак, первый вопрос. Самые важные события 24 года. У нас будет 11 вопросов, да, я сказала. Итак, самые важные события 24 года. Ну, действительно важные события. События того, что разрушается, разрушается прошлое через очищение. Через то, что человек уже созрел в своем именно сознании. Башня у нас всегда указывает на ментальное поле, да, на наше сознание. Она указывает на то, как мы мыслим, на наше мировоззрение. То есть здесь произойдут разрушения. То есть они должны произойти, потому что старое, оно уже изжило себя. Также башня у нас указывает на очищение. Очищение того, то есть разрушение, избавление. Это как лук, знаете, мы очищаем слой за слоем, для того, чтобы получить ту суть, которая нам необходима. То есть вот эту всю шелуху мы убираем. Вот башня, она как раз таки говорит о том, что в этом году самые главные и важные события этого года будут направлены на очищение, на то, чтобы убрать все лишнее из вашей жизни. Это могут быть люди, это ситуация, это могут быть какие-то сценарии, это могут быть убеждения, это может быть все что угодно. Но суть здесь идет в том, что человек должен очиститься. Вот от чего, да, либо в чем будет очищение? Двойка кубков – все, что мешает нам гармоничному проживанию. То есть все, что мешает, либо вызывает какие-то негативные эмоции, переживания. То есть двойка кубков у нас говорит о гармонии, о понимании и принятии себя. Но для того, чтобы принять себя, здесь велика вероятность, будут моменты, когда человеку придется, то, что я говорила во вступлении, придется посмотреть на мир реально, открытыми глазами и увидеть свои иллюзии, для того, чтобы их убрать, чтобы прийти к той сути, которая подарит нам вот это вот принятие себя и гармонию. Любовь – это внутреннее состояние наполненности и счастья. Безусловно, для кого-то, если здесь важно, дальше будем смотреть личную жизнь, здесь должны убраться старые взгляды в контексте взаимоотношений между людьми. То есть это может быть тандем, это может быть какое-то партнерство, то есть это может быть помимо личной жизни, это может быть дружба. Возможно, человеку нужно пересмотреть свои какие-то взгляды по поводу дружбы, от чего-то отказаться, что-то разрушить. То есть есть какие-то убеждения, которые реально его ограничивают от того, чтобы он получал удовольствие от того, что в его окружении есть люди, единомышленники, которые его понимают. То есть это может касаться любой сферы, там, где есть взаимодействие. Однозначно здесь взаимодействие с другим человеком, тет-а-тет, оно должно быть гармонично. И к этому нас ведут. Еще есть ли какие-то самые важные события этого года? Ну вот изобилие. Важное событие – это изобилие и гармония. Безусловно, если мы придем внутри себя двойки кубков к этому гармоничному состоянию, то и мир мы будем видеть уже не через призму серых очков, как я говорила во вступлении, а через призму прекрасного, через призму высоких вибраций. Но первично мы должны к этому прийти. И вот это к этому нас и ведут. В нашем сознании, чтобы наше сознание настолько изменилось, чтобы мы наполнились, чтобы мы убрали все те блоки, все те рамки, которые нас сдерживали, чтобы энергия протекала через нас и наполняла, наполняла нас вот прекрасным. И это прекрасное, чтобы мы увидели во внешнем мире. То есть это прекрасное, оно может даже выражаться потом в дальнейшем и финансовом плане. Почему? Потому что деньги, они приходят на эмоции. Чем человек больше наполнен эмоциональной и ощущает вот это вот состояние драйва, необходимости людям, что он что-то творит, что он что-то создает, что он что-то дарит этому миру, он и получает взамен через финансовое, как это, как благодарность, финансовая благодарность. Причем здесь благодарность может быть и не только в финансах, она может быть и словесная, в помощи, ну в разных форматах. Но деньги здесь тоже присутствуют, потому что они не являются причиной, они являются следствием вот этого двойки кубков. То есть возможно вы доросли уже до этого состояния, то есть изобилие это в данной колоде альтернатива аркана императрицы. Но она указывает вот на богатство, на плодороде, на красоту внешнего мира. Есть ли еще какие-то важные события этого года? Ну король Пендакли. Опять же таки, смотрите, вот по такому сочетанию можно сказать, что с финансами будет все хорошо в личной жизни, стабильность тоже хорошо, для кого-то важен был статус, тоже он придет, он присутствует. Что еще? Самые важные события. Ну во-первых, помимо того, что увеличение, финансов материальных, увеличение ресурсов, я бы так сказала, потому что здесь не только привязываемся к деньгам. Здесь еще важное событие может быть связано именно с комфортом, с удовольствием. То есть у человека здесь меняется качество его жизни. Оно становится, как-то знаете, не знаю, это вот как дегустаторы. То есть одно дело, когда ты просто ешь вкусное блюдо, а другое дело, когда ты его пробуешь и понимаешь вот эту вот изысканность вкуса, и ты наслаждаешься. Пускай в количестве это будет меньше, потому что, как правило, прекрасные блюда, они всегда в меньшем количестве, потому что суть заключается не наесться, а вкусить. И вот эта вот разница короля Пендакли, человека, который вот вкушает эту жизнь, он получает удовольствие, он наслаждается, он проживает, он мастер материального мира. Это человек, который полностью познал материальный мир, мир той земли, в которой мы проживаем. И ему в этом комфортно, ему в этом приятно, он наслаждается. Да, безусловно, здесь в контексте здоровья сразу могу сказать, что может быть некие такие излишества, это могут быть излишества в еде, это может быть некий такой трудоголизм, неподвижный какой-то образ жизни, да, то есть вот эти вот крайности здесь тоже могут проходить, поэтому будут такие этапы, когда вот вам будет лень, когда не будет желания куда-то пойти, что-то сделать, когда наоборот будет переедание, либо переработка, да, очень много будет работать, то есть излишества здесь присутствует, так или иначе. Вот, ну вот такие вот самые важные, основные события этого года, да, то есть в принципе они охватывают очень много сфер, но все начинается с башни, то есть если эта башня появится, задача этой башни привести, знаете, как человек, особенно который ищет себя, башня ему помогает найти его экологичное место, то есть до тех пор, пока человек не может найти свое место в этом мире, он будет все разрушать, он будет, его задача, знаете, научиться строить, и поэтому для того, чтобы строить, ему нужно все время что-то разрушать, строить и разрушать, то есть здесь человек заделан на процесс, не на сам результат, а именно на процесс, но задействована здесь личная жизнь, финансы, как профессиональная, да, тоже может откликаться, и качество жизни, больше здесь, как будто бы, знаете, человек получает удовольствие, что ли, наслаждение от самой жизни, но после того, как он проработает в себе вот эти вот ограничения, то, что его сдерживает, вот если ему это удастся, то да, год будет перспективный, прямо вот такой, как мы говорим, хлебный, хороший год будет, вот, а если не удастся, то будем проживать, так как проживали в прошлых годах, то есть то, что я говорю, сценарий не меняется, дальше смотрим, второй момент, второй вопрос, на что нужно обратить особое внимание в этом году, на что нужно обратить особое внимание в этом году? На страхе, и они как разки выпадают у нас на аркан башну, то есть на то, что нас останавливает, останавливает нас неуверенность, тревога, беспокойство, где-то может быть мнительность, где-то какие-то эмоциональные. Вот видите, опять же, то, что я выложила, первые четыре карты, они на протяжении всего расклада, они будут фонить. Двойка кубков, она у нас говорит о гармонии. То есть человек, который находится в полном доверии к самому себе и к миру, он открыт, он взаимодействует. Девятка мечей наоборот указывает на тревогу, на беспокойство. Почему человек беспокоится? Потому что у него нету вот этого доверия. И поэтому здесь башня нам и указывает на то, что это должно разрушиться. То есть на что нужно обратить внимание? На наши собственные страхи, потому что они нас ограничивают. Они не дают нам ощутить вот это вот с одной стороны состояние безопасности, а с другой стороны расслабленности и доверия. Поэтому нужно обратить на страхи. Почему важно нам обращать внимание на страхи? Потому что из-за страхов мы не сможем выбирать то, что нам необходимо. Либо наши страхи, они все время будут вводить нас в состояние некой такой неопределенности. Возможно, здесь будет страх взять на себя ответственность, когда придется что-то выбирать. Когда мы будем находиться на каком-то перекрестке своей жизни. И нам нужно будет определиться, что для меня лучше. Причем смотрите, как интересно. Аркан влюбленных, да, и здесь двойка кубков. Вот эти вот два персонажа. И человек находится в таком состоянии непонимания, да, что же мне выбрать? Что же мне выбрать? Что лучше для меня? Потому что и то, и другое мне в принципе не подходит. И здесь не говорится о том, что что-то третье будет лучше. А здесь говорится о том, что человеку сложно определиться, сложно взять ответственность. А это год как раз таки будет про ответственность. То есть я не говорю о том, что ранее у вас этого не было, но скорее всего осознание того и понимание, насколько ответственны будут моменты выбора. То есть здесь возможно будут какие-то серьезные моменты, где нужно будет выбрать. Например, там переезжать куда-нибудь за границу, да, или оставаться в том месте, где я нахожусь. Потому что если я переезжаю, то вот как будто бы моя жизнь, она вообще берет какое-то, какое-то другое направление, да, либо в какую-то другую местность переезжать. То есть всю жизнь жили в одном городе, а это вам нужно переехать в другое. И, конечно же, ваша жизнь поменяется как следствие. И здесь не говорится только, что место, да, меняешь, а ты меняешь образ жизни, потому что это нужно адаптироваться, нужно узнавать новых людей, да, там где место работы. Это все будет другое, это будет новое. И поскольку человек, он привыкает к стабильности, для него разрушения, они болезненные. И поэтому ему сложно, ему вроде бы и хочется, и колется, как говорится, и мама не велит. Насколько ему хватит смелости разрушить свои какие-то старые убеждения, да, то есть вот и отсюда у нас вот эти вот страхи, связанные с выбором. Но еще на что нужно будет обратить в новом году внимание аркан мира, на новые возможности, на те двери, которые закрываются, и на те двери, которые открываются. Почему? Почему важно обратить на это внимание? Вот она опять-таки двойка пендаклей, да, потому что человек, возможно, опять же таки скажу, может потерять какие-то свои шансы из-за своей неуверенности, да, то есть человеку сложно сделать какой-то выбор. Почему? Почему? Здесь, понимаете, здесь не просто акцент делается на выбор, а здесь энергия такая, что этот выбор, он равнозначен. Это, знаете, как мы говорим маленькому ребенку обычно, когда спрашивают, кого ты больше любишь, да, папу или маму, ну, как ребенку выбрать, кого он любит, особенно если и папа тоже принимает участие, да, в воспитании, развитии ребенка. Он и того любит, и другого, ну, каждого любит он по-своему, да, мама, она всегда близка, а папа более как-то, ну, дальше, опять же таки, как архетип, я не говорю, как в каждой семье, как архетип, либо у кого есть дети, как понять, да, ну, как сказать, какого ребенка ты любишь, этого или другого, блин, да, обоих, просто каждого может быть по-разному, да, особенно если один ребенок эмоциональный, а другой более сдержанный. Конечно, тот, который эмоциональный и любит вот эти вот все обнимашки, да, будет ощущаться близость, но это не говорит, что другой ребенок, который не кинестет, да, и, ну, не склонен к мимишинским вот этим всем проявлениям, да, ты его не будешь любить. Вот здесь что-то такое равнозначное. Либо там, я не знаю, две работы, и в обеих работах, да, заработок хороший, и там, и тут. Только в одной ты как-то раскрываешься, а в другой ты какие-то другие плюшки имеешь. И как выбрать? То есть здесь равнозначный выбор, и вот это вот будет придавать какую-то трудность, сложность, потому что здесь может быть промедление. Здесь дело в том, что не то, что человек выбирает, и его выбор неверный, а здесь дело в том, что человек может отказаться и от одного, и от другого варианта, просто потому, что ему будет страшно, и он потеряет шансы и на то, и на другое, да, понимаете? То есть из-за того, что он будет медлить. Поэтому вопросы выбора, да, вот они прямо здесь проходят. Обращайте внимание, потому что это вот прям будет очень сильно фонить здесь. Я вижу, что вот Новый год, 24-й, он открывает новые возможности, и только тот, кто рискует, помимо того, что он пьет шампанское, да, он получит здесь, знаете, как какая-то вот новая, как будто бы веха вашей жизни открывается, новая эра открывается в вашей жизни. Вот насколько вам хватит смелости открыть эту дверь и шагнуть, будет очень страшно. Вот. Ну, ясное дело, если человек помоложе, да, то у него и ощущение риска и опасности намного меньше, чем у человека более опытного, зрелого. Вот. Поэтому людям с большим опытом, я не буду говорить старше биологически, а вот с большим опытом, сложнее будет открыть эту дверь и шагнуть. Но кто рискнет, тот однозначно получит плюшки. Дело в том, что здесь вот человек стоит вот под этим косяком, с открытой дверью, он не знает шагнуть, не шагнуть. Вот. И он долго будет думать. И здесь такое ощущение, что пока он думает, этот поезд может уйти. Вот. Здесь вот, то есть судьба сама за тебя решит, пока ты решаешься. Чего стоит опасаться? Резерпендакли. Чего стоит опасаться? Промедление. Промедление. Очень медленно, очень медленно делаем выбор. Здесь не говорится о том, что год он такой скоростной, и надо быстро делать. Нет. Но здесь человек может упускать шансы. То есть, допустим, если в перспективе, да, здесь дается 10, то человек может только взять один. И следующие 9 неизвестны, через какое время, да, появятся в его жизни. А он мог бы поторопиться и взять, так, я не знаю, ну, больше, да. И здесь, как контекст вот этого больших шансов взять, не говорит про жадность, да, и, знаете, вот как это выражение, за двумя зайцами погонишься, ни от него не поймаешь. Нет. Этот год, он как раз-таки заделан на то, что чем больше шансов ты ухватишь, это как какие-то ниточки, да, в лабиринте, рядные, которые дают возможность на перспективу. Может быть, не в этом году, не в 24-м, а дальше они будут развиваться. Но важно ухватиться. Когда их развивать больше, это уже второй вопрос. Важно ухватиться, знаете, вот как будто бы вот занять это место в пространстве и дальше его постепенно, постепенно в комфортном ритме развивать. Но есть велика вероятность, что вы можете упустить этот момент, схватиться за это. Еще чего стоит? А, плюс ко всему, вот это вот, знаете, какая-то вот медлительность. Медлительность опасаться. И вот я уже говорила, да, здесь у нас по королю Пендакли трудоголизм. Потому что здесь будут вот эти вот ислишества, да, то есть они связаны с чем? С тем, что у вас будет проблема желудочно-кишечного тракта. Почему? Потому что много работаете, неправильно питаетесь, устаете очень сильно, напряженная нервная система, и это сказывается на, причем еще неправильное, да, питание, на желудочно-кишечном тракте и на нервной системе, да, то есть мало спите. Ну, в общем, здесь распорядок дня, здесь нужно быть немножечко аккуратным. Вот этого стоит опасаться. Еще чего стоит опасаться? Ну, то, что я сказала, да, луны и лабиринты, что человек может запутаться, как говорится, между двумя соснами. Почему? Потому что, опять-таки, здесь есть какие-то страхи и накручивания, то есть вы можете придумать того, чего нету. И здесь, скорее всего, не год для размышлений в принятии решения, а здесь, скорее всего, ты сначала сделай, а потом ты будешь думать о последствиях. Почему? Потому что вот эти вот множество раздумий, они будут водить в вас ступор, вам это не надо. Вот в этом году, именно в этом году, надо сначала сделать, потом подумать. Здесь очень моментов, таких много будет, когда надо рисковать. Двойка кубков, надо быть в доверии. Аркан мира тоже, полное принятие и слияние, и аркан изобилия с внешним миром. То есть здесь такой, знаете, вопрос включения вашей интуиции, насколько вы находитесь в гармонии с пространством, в котором вы живете, насколько вы умеете его считывать, насколько слышите подсказки. То есть здесь, в этом году не нужно включать голову, а скорее всего, какие-то свои экстрасенсорные способности, где-то что-то слышать, где-то что-то чувствовать и моментально реагировать. Вот это важно будет. Еще чего стоит опасаться в этом году, ну вот то, что я сказала, ту спиндак, для того, что вы можете утратить какие-то шансы и страха того, что что-то завершится. Так, ну это мы уже в принципе проговорили. Так, следующий вопрос. Как преодолеть сложные периоды? Вот когда будут сложные периоды в 24-м году, что поможет их преодолеть? Как преодолеть сложные периоды? Шестерка кубков. Знаете, как там? По-доброму. По-доброму, по-детскому. Ну, я не знаю, опять же-таки слово доверие, да, но здесь вот про это. Где-то вот хочется сказать немножечко как-то инфантильно, да, то есть не принимайте как маленький ребенок, да, вот его обидели, он поплакал в этот момент, все, потом забыл и пошел дальше играть в свои игрушки. Ну вот очень напоминает еще, знаете, как как собаки. Вот ты можешь на них как-то накричать, поругать, да, пожурить. А выйдешь за дверь, откроешь, и она снова тебе бежит и рада, как впервые. Вот эта вот преданность такая, и здесь не говорится о том, что у собаки короткая память, да, как у рыбы, она быстро запоминает. Нет, просто вот эта вот безусловная любовь и преданность своему хозяину. Здесь вот шестерка кубков про это говорит. То есть как преодолеть сложные периоды? Не принимать близко к сердцу, да, более проще относиться. Обычно у нас про это говорит тройка кубков, либо аркан шута, но здесь шестерка кубков говорит о том, что имея опыт прошлого, да, за спиной, постарайтесь не делать так и не реагировать, как вы реагировали ранее в прошлом. Вот больше как-то отпускайте. пришло, приняли, да, неприятно, но не держите в себе. Здесь вот про это. Как еще преодолеть сложные периоды? Через проработку своего дьявола, да, через понимание и осознание своих каких-то привычек, привязанности. Опять-таки, да, 15-й и 16-й аркан, да, следующий сразу за ним идет, разрушение. Только если здесь акцент идет на материальный мир, на физику, то башня, она указывает нам на ментальный план, да, на более высокий уровень осознанности. Но, опять же-таки, как преодолеть сложные периоды? Дьявол у нас все время говорит про адаптивность, да, про выживание. То есть, знаете, адаптироваться под ситуацию для того, чтобы выжить. Дальше, как еще, из всех у дьявола есть такое качество, знаете, он всегда выходит победителем. То есть, он так может вывернуть ситуацию, которую сам может вызвать, что выйдет еще и победителем. То есть, я не знаю, там, например, бракоразводный процесс, например, там, муж подает на развод, а жена настолько умело все прокручивает, плюс находит такого хорошего адвоката, что мало того, что отсудит, да, все для себя что-то с выгодой, вот, еще и выйдет выигрыши, что человек, который, допустим, подал на развод, он еще и пожилет, вот. Но утрировано, но я хочу вам просто показать, как эта ситуация, да, то есть, по дьяволу, он всегда выходит выигрыши, поэтому вот эта вот изворотливость, адаптивность, выживаемость, но выживаемость не в контексте, знаете, вот нищеты, там, на последнее что-то, именно выживать в трудную ситуацию, то есть, включать все свои ресурсы, да, мобилизироваться таким образом, чтобы выйти еще и победителем, не просто приспособиться, а еще и выйти в победителя, да, допустим, вас уволили с работы, вы не будете голодать, а вы еще и бизнес свой какой-то откроете, то есть, понимаете, да, выгода всегда какая-то должна быть, еще как преодолеть, ну и плюс ко всему прорабатываем свои зависимости, свои темные аспекты, тем более здесь выпало под луной, да, то есть, наше бессознательное все время, как его сказать-то, осознаем, осознаем свои теневые аспекты, да, то есть, мы с ними знакомимся, мы от них не убегаем, мы их признаем, мы стараемся с ними дружить и использовать их себе во благо, вот про это, еще как преодолеть сложные периоды, пятерка пентаклей, через разрушение какой-то вот иллюзорности, через, опять же таки, в контексте башни, да, здесь у нас какие-то убеждения, помимо того, что они уже отжившие, они еще и иллюзорные, да, то есть, пятерка пентаклей, карта духовной нищты, почему, потому что у человека не хватает осознанности, в каких-то моментах, да, кстати, дьявол в плюсе, он нам еще и про это указывает, да, то есть, рост через преодоление своих каких-то животных инстинктов, привязанности, да, к материи, как преодолеть сложные периоды по пятерке пентаклей, когда будут какие-то кризисы, через понимание того, что если у вас что-то забирают, а в данном случае забирают дьявола, да, то это, по сути, вам во благо, то есть, не нужно привязываться к чему-то, да, здесь либо к чему-то, либо к кому-то, то есть, забирают, отдайте, да, не держите, если что-то уходит, поблагодарите, и пускай оно уходит, оно придет, если это ваше, а если не ваше, оно и вам и не нужно, то есть, не цепляйтесь, помните, что в этой жизни мы все путешественники, да, мы все странники, то есть, у нас нету, по сути, ничего своего, нам ничего здесь, в этой жизни не принадлежит, поэтому привязываться к этому не нужно, и тогда, тогда у вас будет вот эта вот легкость по шестерке кубков, то, что я говорила, вот ваш прошлый опыт, он на это вам и указывает, то есть, у вас что-то забирали, вы как будто бы держались за это, отстаивали это, боролись, не надо, ушел человек, до свидания, ушла работа, до свидания, там, что-то не сложилась, какая-то поездка, ну, прекрасно, значит, что-то лучшее придет в вашу жизнь, то есть, вот, как-то вот такой подход, более осознанный, здесь необходим, это поможет вам преодолеть кризисы, что будет сопутствовать успеху, король мечей, логическое какое-то, да, продумывание, с одной стороны, я говорила вам про риски, а с другой стороны, то есть, здесь нужно понимать, да, когда можно рисковать, а с другой стороны, здесь какая-то такая, знаете, вот холодность, вот не эмоциональность, она будет способствовать успеху, здесь как будто бы, вы знаете, нужно держать свои эмоции под контролем, но не подавлять их, а сдерживать, как, я даже не знаю, как правильно сказать, да, король мечей говорит о том, что нужно, что нужно при выборе, при решении какой-то задачи, опираться на причины следственной связи, да, на факты, то есть не, опять же таки, вот эта вот иллюзорность, она присутствует, и поэтому она и будет разрушаться здесь, не нужно на эмоции как-то опираться, да, вот там, я не знаю, я хочу, либо мне это нравится, и прям я этого желаю, вот, вот такие моменты, наверное, в принятии решения, именно в принятии решения, они будут не совсем верны, король мечей говорит о том, что нужно все взвесить, нужно все проверить, то есть прежде чем делать какие-то выводы, возможно, о каком-то человеке, присмотрись, узнай, познакомься, задай вопросы, спроси, уточни, то есть не придумывай, да, по девятке мечей, того, чего нету, то здесь должна, логик очень хорошо работать, да, и плюс ко всему какая-то дистанция, помимо того, что нужно держать язык за зубами, здесь все время какая-то вот дистанция, она должна присутствовать, что еще будет сопутствовать успеху, какие-то новые начинания, новые начинания, новые идеи, если к вам приходят эти новые идеи, реализовывайте, не отталкивайте их, пробуйте, да, пускай у вас лучше не получится, то есть вы сделали и не получилось, вот, дальше проще будет как-то откорректировать, чем приходят какие-то идеи, какие-то желания, и вы их не реализовываете, вот здесь вот в этом году очень важно пропускать через себя энергию, да, не ограничивайте ее нигде, не блокируйте, не сдерживайте, пришла, надо сделать, вот то, что я в принципе и говорила ранее, еще что будет сопутствовать успеху развития, развитие и движение, причем выпадает на дьявола, да, через осознанность, через опять же таки понимание, да, то есть состояние гармонии, помогает человеку определиться с выбором, через то, что он видит свои, свои бессознательные тени, теневые моменты какие-то, да, осознает их, и это способствует движению, развитию, то есть опять же таки, да, пропускаем информацию через себя, что еще будет сопутствовать успеху, силы правильные, правильные силы справедливости, да, то есть выравнивание, не отклоняйтесь от баланса, которым в этом году вы будете его проживать, изучать, то есть в этом году все будет справедливо, если что-то вы не получили, выпадает у нас здесь на пятерку пендакли, если что-то у вас забрали, значит это правильно, значит так и нужно, примите это, да, здесь человек как будто бы учится, знаете, какой-то вот гибкости, гибкости, и как-то вот, не знаю, как змея двигаться, не напрямую, а вот именно вот эта вот зигзагообразность какая-то, лояльность что ли, мягкость энергии, то есть вот именно через расширение, через подвижность, через эластичность какую-то, что ли, в своем сознании, здесь угловатость, это не совсем та фигура, которая здесь указана, скорее всего, вот как молния, да, зигзагообразная какая-то такая фигура, поэтому все будет по справедливости, да, вот не надо вот прям переживать, если вы так будете подходить, да, что все справедливо ушло, значит я к этому привязалась, значит поставила материальное, потому что в этом году будет материя, но материя, я уже сказала, она приходит через эмоции, через любовь, через духовность, здесь материя не приходит благодаря какому-то, вот знаете, расчету, она приходит через духовность, здесь человек понимает, да, что духовное порождает материальное, но когда материя становится выше духовности да здесь приходит сразу наказание то есть и здесь очень важно весь год быть в балансе здесь не получится так что если вот вы по пятерке пендакли отдаете отдаете а ничего взамен не получаете то у вас ситуация будет ухудшаться это не значит что что-то придет и будет выравнять и готовой подголовки показать молодец какой-то отдаешь последние штаны нет такого не надо здесь вас будет учить чтобы все было правильно чтобы все было верно чтобы все было если то чтобы с одной стороны до присутствует контроль но с другой стороны вот это вот полное такое доверие да то есть человек вот в этом поток власти в потоковом состоянии он будет понимать где может включиться до в процесс как-то что-то подкорректировать а где сам поток его будет выводить туда куда нужно здесь очень интересный год с точки зрения духовного развития здесь будет прям кто пойдет так как я вот говорю да опять же таки все возможные перекосы только в сторону духовности от кассы материального он тоже будет наказуем поэтому здесь развитие она будет очень быстро и она будет скоросечная и здесь нужно будет человеку очень быстро реагировать принимать какие-то решения и двигаться здесь как не знаю как в лунопарке знаете вот на этих всевозможных качелях и гонках вот это вот вверх вниз здесь не говорится о том что будет будет то подъем то спад не здесь не про это здесь про то что нужно как-то вот знаете как этот поезд он идет до прямо потом гоп как-то на бок поворачивается потом опять прямо потом наверх то есть вот эти вот повороты такие они будут не то чтобы резкие но вам нужно будет быстро реагировать то есть человека здесь реакция должна быть ну будет проработана очень скоростная поэтому я сказал в самом начале что люди более старшего поколения будет сложено в этом году потому что у них немножечко вот по рыцарю пендакли идет замедление реакции реакция замедленная здесь надо быстро реагировать это как вождение автомобиля да то есть если вдруг перед тобой а пришедший автоки автомобиль останавливается у тебя должна быть быстрая реакция да наступить нажать на на стол на педаль слова до стоп и степление то есть ну быстро нужно реагировать здесь так какой основной духовный урок вы будете проходить новом году хотя в принципе я же сказала но все равно духовный урок семеркового педакли получать то что во первых во что вы вкладываетесь но здесь опять-таки смотрите тоже дуальность проходит до в семерке педакли что есть человек вкладывается вкладывается но из-за того что процессы идут своим ритмом ему кажется что они идут медленно потому что в этом году будет вот эта вот скорость в ее будете ощущать вот эту движуху внутреннюю и вы не будете понимать надо ли мне продолжать то что делать то что я делаю либо надо от этого отказаться вот понимание здесь как будто бы весь год понимание времени идет до уместности и контента и времени потому что с одной стороны семерка педакли говорит что мне делать бросить то что я уже делал то что но я не вижу результата либо все равно продолжать потому что я вроде бы близок к результату это знаете как как делаешь какой-то проект, и вот вкладываешься, вкладываешься, и деньги, и силы, и время, и никакого отзыва нету, да, и ты сидишь и думаешь, блин, да брошу я вот работу на себя, как обычно делают, да, коллеги-торологи, и пойду работать на наемную работу. А с другой стороны, в этот момент всегда появляется какой-то клиент, который говорит, ну давай, сделай мне, пожалуйста, расклад. И ты в таком недоумении, то есть что это было, как знак, как подсказка продолжать, либо все же бросить идти. И с таким очень многие коллеги сталкиваются, да, с таким периодом. И этот пример, он может быть во всех абсолютно сферах в отношениях. То есть бросить этот чемодан без ручки, либо продолжить, потому что и бросить вроде бы жалко, столько усилий было приложено. А с другой стороны, и непонятно, к чему это приведет. Но помните, да, у нас здесь пятерка, я прям так эмоционально говорю, у нас здесь пятерка педаклей выпадала, да, который говорил о том, что не надо привязываться, да, то есть как вот, вот и как понять, вот в этом году вы это все поймете, этот ваш урок. То есть как сделать так, чтобы не привязываться, да, особенно если это человек какой-то, да, либо какая-то ситуация, чтобы не привязываться к нему и дальше двигаться. И с другой стороны, чтобы не, как это, ну не проиграть. То есть я от этого откажусь, а как, знаете, в картинках, там где копает человек, да, и он в шаге от своего клада, да, от этих алмазов, и он разворачивается и уходит. Вот как это понять? Вот в этом будет заключаться ваш урок. Вот как понять, да, когда это время? То есть здесь вопрос уместности и времени. Отказаться. И опять-таки, да, у нас здесь выбор был, здесь выбор. Двойка кубков тоже, хоть и про гармонию, но она все равно тоже про дуальность, да, выбрать, остаться, уйти или остаться, как этот Шекспир, да, говорит, быть или не быть. Вот здесь про это будет. Еще есть ли какой-то основной? Уроков у нас всегда много, но мы говорим про основной. Потому что что мне как-то, что-то я основной. Ну вот видите, вот это и будет основной. Почему? Потому что, почему я улыбаюсь, да, это, как это, альтернатива той же самой семерке пендаклей. Да, то есть здесь семерка пендаклей, и здесь семерка пендаклей. Просто она по-другому отрисована. В этой колоде очень много дополнительных карт. А вот, кстати, дьявол на дне у меня, а вот здесь другой дьявол. Вот. Поэтому, ну, карты сказали, что это будет основным, основным духовным уроком. Хорошо, мы поняли. Идем дальше. С помощью чего можно будет облегчить прохождение уроков? Вот эти вот, что поможет нам, что поможет облегчить. Королева пендаклей. Что поможет? Преданность. Я бы так сказала. Преданность своим каким-то идеям, преданность своим трудам. Возможно, людям. Опять же-таки, преданность и привязанность. Разные вещи, да. Да. Помним. Я, наверное, много раз буду говорить о том, что не надо привязываться. И, возможно, даже не надо возвращаться в прошлое, да. Привязанность к прошлому. Но при этом нужно быть преданным. Преданным своим каким-то идеям. С другой стороны, помни, у нас башня. Она должна разрушить то, что не работает. Ну, то есть, то, что уходит, мы отпускаем. То, что остается, мы все равно остаемся этому верны и преданы. Как понять, чему быть? Вот здесь вот весь год вы будете слушать свою интуицию. Здесь не выпали карты, но энергетически это фонит здесь. Вам нужно будет научиться слушать вот этот вот внутренний поток. Аркан мира говорит о том, что он будет вас выводить. Вы должны находиться в связи со своим высшим Я. Оно вам будет подсказывать. Что вам поможет? Подсказки и преданность, и верность именно вот этому, не знаю, какой-то своей сути, что ли. Вот у каждого человека есть своя суть. И свои какие-то, знаете, принципы, с которыми, ну, я не знаю, может быть, свои ценности даже. Не столь принципы, а свои какие-то ценности, с которыми он никогда не поступится. И это в прямом смысле. То есть, допустим, если у человека как ценность в приоритете, например, семья, то какие бы деньги ему не давали, да, допустим, какую работу бы не предлагали, если это идет в разрез с ценностью семьи, он от этого будет отказываться. Семья всегда у него будет в приоритете. Вот здесь вот про это, здесь такой смысл, что он поможет. Вычленит для себя приоритетные какие-то ценности. Вот, то есть, внутренняя ценность, она создает внутренний человеческий стержень, то, на что он опирается, именно в трудные моменты. И здесь, возможно, у нас будет переоценка ценностей. Вы должны будете понимать, да, что для вас, вот как для личности для вас важно. Не в том каких-то мелочах, а вот именно по сути, да, что вот мы говорим, вот я никогда не поступлюсь именно с этим. Вот это вот мой принцип. И либо вот это вот для меня является ценность, да. То есть для меня, например, ну, условно говоря, дети – большая ценность. И не важно, допустим, если, допустим, появляется какой-то партнер и говорит, что, ну, выбирай, да, либо там я, либо дети. Ну, бывают такие недальнозоркие и недалекие люди. Вот, вот что вы выберете? И то, и другое, у нас двойка Пентакли, да, и то, и другое важно, потому что здесь любовь, а здесь это вот самое дорогое дети. Что выберет человек? Вот если для вас приоритет дети, то не важно, какой у вас там будет человек, и какие чувства, да, будет неприятно, но вам придется выбрать и отказаться. То есть вот построение самой сути, да, вот этой ценности – это то, что поможет вам облегчить прохождение уроков. Еще с помощью чего, да, то есть и еще здесь по Королеве Пентакли, вот я говорила, да, про ценность, вот она у нас, семья, выпадает. Система ценностей, фундамент, выстроенный фундамент. Если у кого есть, вот это очень сильно поможет. Если нет, то здесь придется выстраивать. И что еще поможет? Ценность, ценность себя, да, Королева Пентакли, понимание себя, что я значу, что я значу для себя в первую очередь. Умение выстраивать границы, умение ценить себя и умение благодарить. Умение благодарить. Это все поможет в прохождении уроков. Ну и для кого-то в прямом смысле семья. Семья тоже может помочь. Хорошо, смотрим. Основные теперь интересные моменты, да, касательно многих. Что же будет происходить в теме отношений? Что же, что-то новое здесь будет зарождаться, да. То есть у кого вопросы детей стоят актуальны, да. То есть здесь в теме отношений могут встать вопросы, связанные с детьми. На первый план они могут выйти, либо, если у кого нету отношений, да, то тема здесь рождение новых отношений, интерес, заинтересованность. Интерес и заинтересованность, да, масло масляное. Какое-то новое обучение, да. То есть здесь человек будет обучаться выстраиванию новых взаимоотношений. Солнце. Ну, солнышко у нас тоже указывает на новые отношения, на счастье. То есть здесь как будто бы человек будет учиться выстраивать новые отношения через счастье. Через, знаете, через что-то такое позитивное. Если здесь и появится какой-то новый человек, для кого это важно, то он не будет похож на других. Почему? Потому что у него будет абсолютно другая система ценностей, и вы будете не то чтобы под него подстраиваться, а этот человек будет вас учить заново. Вы будете, знаете, вкладываться. Опять-таки, знаете, понятие вкладываться. Это не значит, что отношения это вот прямо работа такая, да, кабала какая-то, ну вот тяжесть. Нет. А здесь вы это будете. Восьмерка педагогина всегда показывает на работу, которая приносит нам удовольствие. Та, которая оттачивает какие-то наши качества, совершенствует наше мастерство, то, чего мы достигли. То есть вот через эти отношения мы станем еще лучше. Мы приблизимся к этому солнышку. То есть человек, который появится, у нас будет интерес, знаете, здесь скорее всего больше вначале будет как дружба, но эти отношения, они не будут по страстям, они не будут по эмоциям. По эмоциям я здесь не говорю о том, что не будет любви, но здесь будут какие-то другие моменты, более актуальные, важные. Там уважение, например, да, папажур Пентакли. Человек будет очень внимательный, человек будет давать, дарить какие-то подарки, будет прислушиваться к вам, да, будете взаимодействовать, разговаривать с этим человеком, познавать друг друга, да, дружба здесь тоже присутствует. Возможно, ранее у вас не было такое в отношениях. И вот этот вот формат, да, отношений будет для вас новым и интересным. Вы захотите, да, попробуйте такой формат. У кого есть отношения, то здесь все равно люди будут работать над этими отношениями и будут наслаждаться. То есть солнце, оно всегда дает что-то хорошее, оно дает позитивное. Если еще что-то, что будет происходить в отношениях, ну, будет борьба, да, будет борьба, но здесь конкуренция, она приятная, потому что она рядом с солнышком стоит. Это будет что-то новое. Здесь борьба, она, знаете, когда будет? Когда в этих отношениях вы с человеком будете прорабатывать свои какие-то детские травмы, свои какие-то боли, обиды. Вот, и, конечно же, вы будете сражаться для того, чтобы отстаивать свою какую-то позицию. Но у нас первая выпадала башня, да, как весь год. И она будет указывать о том, что человек дан вам для того, чтобы вы очистились, для того, чтобы вы стали лучше, для того, чтобы вы избавились от того, что вам приносит боль по пажу кубков. Вот эта вот чувствительность какую-то, обидчивость, да, свою ранимость. Вот, но это же ваш сценарий, вы будете за него бороться, сражаться, но как бы вы не сражались для того, чтобы вот как-то вот отстоять это. Но то, что вы отстаиваете, это уже старое, это ненужное. Ну, то есть вы как будто бы держите оборону, но уже бессмысленно. В какой-то момент вы сами будете осознавать по Аркану Солнца, что это уже не нужно. Вот это вы будете отказываться. Что еще будет происходить в отношениях? Ну, вот на солнышко прям, смотрите, какая прелесть, выпадает король кубков. Любовь будет, любовь будет, эмоции будут, но эта любовь, она, еще раз скажу, она не будет, хоть она и стоит, да, рядом с дьяволом, она не будет по страстям. Это другой формат отношений. У вас такого формата не было. Это новый по Солнцу. То, что действительно приносит счастье, то, что Солнце, оно всегда согревает, она дает, да, то есть здесь не будет вот этих вот болей, то есть очищение будет от того, что вас ранят. Здесь будет любовь, здесь будет внимание, здесь будет король кубков. Это в природе горячие источники. То есть это огненная часть воды. Огонь и вода, это когда мы воду подогреваем, да, она начинает кипеть. То есть в природе это горячие источники. Насколько человеку хорошо, особенно если это зима в горячих источниках. Так это прекрасно, как закузи, знаете, заходите, получается, либо как банька, только, ну, с водой. В бане есть пара, а там еще вот, если бы вода была, то есть бассейн рядом с банькой, это вот приносит вот прям такое удовольствие, расслабление, безопасность, комфорт. Это вот все обволакивает, это вот все окутывает, это настолько приятно. Но здесь нету то, что свойственно, как правило, в негативе короля, королю кубков, да, вот эти вот обманы, манипуляции, недосказанности и так далее. Да, вот это вот нет, нет. Здесь хорошее, потому что солнце, оно ведущее вот в сфере отношений. Здесь будет любовь. И поскольку рядом с пожелом кубков, и здесь по шпендакле, ну, это новый человек будет. Это точно будет новый человек. Давайте одной картой, да, что это за человек. Ну, вот я сказала новый человек. Новый человек. Он будет для вас учителем. Шестерка мечей всегда указывает на наставника. На наставника, на учителя. Возможно, человек и будет либо приезжий, либо человек будет как-то издалека, либо здесь будет очень много моментов переписки через соцсетей, то есть сообщения. Вот все, что вы пишете, здесь очень много будет такой общения. И скорее всего, этот человек зайдет к вам через дружбу, через, возможно, сначала вы будете его видеть как своего учителя, как своего наставника, и только позже появятся уже какие-то чувства. Поэтому я сказала, здесь человек не заходит по страстям, что я его увидела, и все сразу. Это для меня отношение. Здесь все будет идти своим чередом, но это будет вот настолько это будет красиво, настолько это будет тепло и приятно. По-моему, если я не ошибаюсь, Мария недавно, да, если я не ошибаюсь, в комментариях писала, что Елене, кто-то говорил о том, что не делает расклады на личную жизнь. Ну, я не виновата, если это выпадает, почему я не могу сказать. То есть нет у меня раскладов на канале, на любовную тематику, но если это выпадает, я не могу не сказать. Тем более это сфера любви. Еще один аркан на этого человека, ну, рыцарь кубков, да, это человек, с которым вы почувствуете близость. Вот не случайно солнце. Здесь прекрасные отношения, да, знаете, это вот те моменты, которые редко когда выпадают. Опять же-таки, если у вас есть отношения, и вам неинтересны отношения, да, то здесь появится человек-друг. Настоящий друг, да, без какого-то подвоха, ну, там, типа, сексуальный какой-то подтекст. Нет, нет, настоящий человек, потому что рыцарь кубков – это человек, который вызывает у вас вот эту вот близость, которым хочется довериться, открыться. Знаете, вот бывает иногда, поговорить хочется с кем-то, по душам, вот чтобы тебя поняли, услышали. Здесь характерная черта у этого человека, что он вас слушает. И вам это будет нравиться. Чем больше он будет вас слушать, тем больше вы будете ему открываться, говорить. Такое ощущение, что вот какой-то катарсис у вас происходит. Поэтому смотрите, да, ну, не считая шестерки мечей, причем здесь тоже в шестерке мечей море, да, кубковость, кубковость здесь, вода, вода происходит, приходит. То есть вы очищаетесь. У нас башня первая тоже была, говорила про очищение. Ваша душа очищается. Я не могу сказать, что здесь там родственная душа, но не кармический человек здесь точно. То есть здесь нету, мы не проходим карму. Здесь, скорее всего, как наставник, как учитель идет человек для вас. Но если вы будете в отношениях, к примеру, да, с этим человеком, здесь не ощущается то, что вот вы будете как-то в позиции под, а он в позиции над. Нет. Здесь такие, знаете, вот как в дружбе. В дружбе. Здесь приятные, приятные энергии. Так, знаете, ощущение того, что вот с человеком прям раскрепостился. С человеком раскрывается. Человек дает пространство для того, чтобы партнер проявлял себя, жил здесь своей жизнью, да, чтобы была... Здесь нету вот этого вот удушающего контроля, куда пошел. Здесь нету абьюза. Здесь вот прям такое чувство, знаете, человек просто дает пространство для того, чтобы другой вот именно раскрылся и жил так, как он хотел, но именно с удовольствием, через понимание своих талантов, способностей, поддержка здесь будет, понимание. Вот прям забота. Вот все-все так идеально. Не знаю. Такие расклады редко бывают, но вот здесь вот, не знаю, то ли может вы и заслужили такого человека. Я не могу сказать, но ему тоже будет с вами хорошо. Вот. Но в большей степени он для вас солнышко. Он такая, знаете, вот какая-то отцовская идет забота. Не удушающая, там, поел, поспал, куда? Не-не-не, не про это. А вот это, знаете, как я тебя возьму под свое крыло, и все. Но при этом я не сдавливаю это крыло, я не закрываю тебе глаза, я тебя ни в чем не ограничиваю, да, а здесь, поэтому я и говорю, какие-то новые энергии, новые вибрации. У вас не было такого человека в вашей жизни. Неважно, он проходит как друг, как партнер, как, ну, любовный я имею в виду. Неважно, в какой ипостаси. Здесь все зависит от контекста, кто слушает и кто что ищет. Если вы хотите любовника, например, да, вы замужем, то вот прекрасный вариант, такой, знаете, более зрелый, я бы сказала, да, как это сказать, то есть здесь даже если любовные отношения, то как будто человек, знаете, вот как-то с пониманием, что ли, относится. И это подкупает, подкупает его доброта. Но сказать, что этим человеком можно манипулировать, нет, конечно же, здесь далеко этим человеком не проманипулируешь, да, то есть он вроде бы добрый, добрый, вот добрые глаза, улыбающиеся, добрые глаза, приятная улыбка, мягкость здесь проскальзывает в движениях человека, в его манерах, здесь очень такой, знаете, вот воспитанный, культурный, можно сказать, даже в какой-то степени аристократичный, но при этом, если нужно защитить своего партнера, да, здесь человек становится мечевым, то есть здесь человек становится воинственным, он будет отставить свою позицию. Здесь не получится манипулировать этим человека, но можно сказать, что здесь отношения, знаете, так, партнерские, но и я бы не сказала сто процентов, что здесь партнер, потому что партнерских отношений все равно есть вот это вот договоренное, допустим, если куда-то идем, то плотим пополам, здесь нету такого, здесь человек будет портить за вас, куда вы пойдете, да, будет подарки вам делать, но при этом он не будет вас подавлять, понимаете, и вы вот, ну, вы себя увидите с другой стороны, и восьмерку о пендакле про это говорить. Ладно, про отношения многое сказала, вот, причем, если вы придете на личный расклад годовой, я буду смотреть эти вопросы, то не забывайте, что я еще в поле дополнительно, помимо карт, считываю на уровне энергетики, да, дополнительную информацию могу сказать, то есть если покажут, например, условно говоря, если вам важен партнер, да, я могу его и увидеть, его внешность, ну, то есть все будет зависеть от того, как я сына строюсь, и что мне покажет поле, то есть бывают такие расклады, когда очень много деталей я вижу, а бывают расклады, когда вот в поле не видно ничего. Так, а смотрим, профессиональная сфера, думаю, ну, вот кому интересно, да, личная жизнь, прямо здесь порадовались, пусть у вас будет все хорошо, мои золотые, я прям вот буду рада за каждого, кто будет счастлив, не важно, сам по себе, в паре, без пары, неважно, главное, чтобы вы были счастливы. Так, как будет складываться профессиональная сфера, как будет складываться, ну, здесь вообще идеально десятка сосудов, сосуды в этой колоде, это дополнительная пятая масть, вот, это слияние со своим высшим я, то есть когда человек нашел здесь ощущение того, что человек найдет свое место в профессиональной сфере, и он наконец-таки раскроется, то есть вот раскроет свои какие-то дары, раскроет свои способности, то есть человек пришел к состоянию, причем к состоянию изобилия, здесь мы видим павлина, павлин это птица, которая в греческом пантеоне соответствует Гере, если я правильно называю имя богини, ну, то есть жены Зевса, вот, а Гера, она была охранительницей семейных ценностей, да, и помогала в рождении детям, поэтому второго она, ну, ей подходит еще и аркан императрицы, вот, а императрицы мы знаем, что это про изобилие богатства, у нас там вначале выпадало, да, изобилие богатства, поэтому это изобилие богатства, она приходит не потому что, как это сказать-то, если вы работаете на себя, например, да, что у вас много клиентов, а потому что ваше внутреннее состояние, благодаря слиянию с вашим Высшим Я, вот то, что было по двойке кубков, да, здесь ранее выходило, то принятие, которое у вас есть внутри себя, гармония, оно и приводит к тому, что вы это излучаете, вот на вашу вот эту вот энергию, изобилие, многогранности, внутренней гармонии и красоты приходят, приходят клиенты, будут приходить деньги, но в контексте профессионализма здесь вы раскроетесь, вот в этом году я могу сказать, что вы полностью раскроетесь, если вы работаете на себя, если вы работаете на кого-то другого, то здесь как будто бы у человека появляется вот это вот ощущение того, что наконец-таки я нашла свое место, то есть вы найдете работу, именно та, которая вам будет созвучна, башня была, помните, я говорила, то есть до тех пор, пока человек не найдет свою экологичную сферу, он будет все разрушать на своем пути, то есть он пришел, он чувствует, это не мое место, он сразу может пойти уволиться, да, либо вот он будет, в его жизни будет разрушение, для того, чтобы он увидел вот эту подсказку, что это не мое место, тебе надо уходить с этого места, то есть вот человек начинает расцветать только тогда, когда он на своем месте в профессиональной сфере, либо на себя работаете, либо на другого человека, неважно, но здесь вот есть все предпосылки, когда, которые говорят на то, что человек будет здесь раскрываться, и дары здесь у человека раскрываются, потому что это слияние со своим высшим я, и я уже говорила неоднократно, что вот в этом году вы прям вот почувствуете, почувствуете, раскроетесь, у кого уже есть какие-то таланты, способности, да, это не предел, вы увидите, что что-то новое может прийти, либо то, что есть, оно раскроется еще лучше, больше, как-то по-другому, еще как будет складываться профессиональная сфера, будет препятствие, будет препятствие, восьмерка сосуда говорит о том, что будут какие-то внешние факторы, которые вас будут сдерживать, и помните, да, у нас духовный урок был по семерке пендаклей, уйти или остаться, но здесь восьмерка сосудов тоже про это говорит, что есть какие-то внешние факторы, которые будут проверять вас, будут заставлять вас сдаться, для того, то есть прежде чем, здесь видите, три головы, прежде чем мы придем к единению, вот к этому, да, у нас есть один фактор, второй фактор, и третий, который вымешивается, и вот чтобы прийти к единению, да, человек должен, как будто бы сам себе доказать, что нет, это мой путь, да, то есть вам, вам не будет просто так подарком это, да, это будет скорее всего следствие, того, что вы будете преодолевать, ну, и уроки у нас там идут, здесь будет внешние трудности, сложности, сможете ли вы их преодолеть, придете к десятке сосудов, не сможете, не придете, бросите, откажетесь, здесь такие моменты проверки тоже будут, как будет еще складываться, будет складываться профессиональная сфера, королева мечей, достаточно хорошо, да, в профессиональной сфере мечевость, это интеллектуальность, она нужна, проницательность, понимание, движение будет по рыцарю жезлов, да, развитие, движение, активность, вот, очень важно здесь быть внимательным, опять же, помним, да, и не торопиться, и не запоздать, то есть, дуальность в этом году очень хорошо прослеживается, потому что вы можете перегореть, вот здесь, как в минусе, будьте внимательнее, перегорите, удача, удача будет на вашей стороне, но опять же, таки помню, да, дуальность, то, что говорила, колесо фортуны может закрутиться в позитивное русло, либо может быть откат в противоположное, да, все будет зависеть от самого человека, здесь как будто бы судьба, говорит вам, то есть, если вы посмотрите, да, здесь внутри, не знаю, видно вам или нет, в колесо фортуны солнышко изображено, видите, вот, солнце, а личная жизнь, она тоже будет влиять на, профессионально, то есть, здесь от вас будет зависеть, если вы будете находиться в центре всех действий, если вы будете активничать, если вы будете брать на себя ответственность, если будет вот эта вот движуха, здесь аркана силы не хватает, то все будет хорошо, но вот здесь как будто бы ваше, вот все от вас зависит, да, будет стабильно, да, будет стабильно, но и одновременно, то есть для кого-то будет стабильно, но и одновременно двойка сосудов здесь указывает на то, что человек будет входить на новые какие-то, на новую зону, да, то есть, две силы, инь и янь, активная и пассивная, то есть человек входит в какое-то новое поле, для того, чтобы познать, возможно, здесь будут какие-то новые предложения, либо, там, не знаю, какая-нибудь подработка, либо в той работе, в которой вы находитесь, да, вы будете как вот, как в чем-то новом, может быть, даже опять то, что я сказала, да, какой-то дар, какая-то способность откроется у вас, вот, новое, и вы как будто бы заново будете развиваться, то есть, какой-то новый виток, либо одно в другом что-то, я не знаю, как вам это объяснить, может быть, там, я не знаю, к примеру, да, занимаетесь Таро, но будет какое-то разветвление, там, например, Таро-нумерология, ну, к примеру, в принципе, то есть, то, что уже есть, но на основе этого раскроется еще что-то, и вот то, что раскроется, оно будет как будто бы дополнительным, оно будет улучшать, ну, это, к примеру, если вы работаете на наемной работе, у вас есть работа, возможно, вы захотите взять какую-то подработку, как хобби, и она будет приносить вам какой-то успех и удачу, вам нужно будет рискнуть, здесь нужно очень, будет рискнуть, да, шанс, видите, что-то новое, что-то новое входит в вашу жизнь, обновление вашей профессиональной сферы будет так или иначе, так, ну и давайте посмотрим финансы, финансы в новом году, вот я сказала аркан силы, альтернатива, да, аркана силы, финансы, 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 здесь как-то что-то мне показывает на опору, ну-ка, ну-ка, я уточню, о чем говорят здесь сфера финансов, великие арканы, да, здесь перемены будут, перемены, тушкубков, переживать будете, переживать, здесь будут эмоции, но опять же таки, да, вот как будто надо что-то отказаться, отказаться, но при этом не полностью, не разрушая, здесь вот эта вот колонна, она не разрушающая, а наоборот, здесь женщина стоит, которая поддерживает, вот какой-то внутренний стержень, да, который должен у вас остаться, все остальное должно разрушиться, я так могу предположить, что какой-то основной ваш заработок останется, это альтернатива аркана умеренности, здесь вот как будто вы видите, верховная жрица тоже показывает на какую-то тайну, да, не подсказывает, ну смотрите, если допустим ваша деятельность связана с верховной жрицей, то есть это например психология, это медицина, это эзотерика, то будут какие-то этапы, знаете, вот это вот затишье, школьная жрица тоже нам про это говорит, в финансах, будет период до затишье, но это затишье не как упадок, а затишье это как разгон, который мы берем, знаете, когда мы начинаем, ну спортсмены, да, в лёгкой атлетике, когда начинают свой старт, если обращали внимание, да, они все равно как-то вот одну ногу назад отводят, да, то есть берут как будто бы некий такой разгон, да, чтобы двинуться вперед, побежать, и вот здесь будут такие этапы, когда будет как-то вот как откат и замедление, затишье какое-то, но как будто бы, чтобы вы как-то собрались, это как волны, вот они вроде бы отходят, да, отлив, но потом с большей силой идет прилив, вот что-то такое здесь будет, здесь великие арканы идут, великие арканы, то есть здесь нету малых арканов, здесь как будто бы, вот, не знаю, то ли судьба, то есть здесь какие-то моменты будут очень важные для вас в профессиональной сфере, не то, чтобы они судьбоносные, но здесь что-то такое будет, какие-то перемены очень важные и значимые, они не указывают здесь на последствия, чтобы их считать, но здесь будут важные перемены, вот я не знаю, прям вот очень важные, которые говорят о том, что уходит что-то, а что появляется, не показывают, но то, что появляется, оно вот как будто бы будет, я не знаю, фундаментальным, я не могу объяснить, что здесь еще, ну вот да, восьмерка, видите, жезлов, здесь она как перевернутая идет, здесь будет какой-то этап затишья, когда вы будете что-то искать для себя, что-то искать, что-то искать, да, искать какие-то свои цели, причем смотрите, это все-таки финансовая сфера, это не профессиональная, профессиональная, когда идет какой-то поиск, да, себя, здесь вы будете искать цели какие-то свои, что я хочу, да, что я хочу, здесь вот как будто бы, вот в профессиональной сфере, мне как ощущение того, что показывают, в финансовой сфере, здесь как будто бы показывают профессиональную, на что мне держать ориентиры, на что здесь держать ориентиры, на свои какие-то желания, интересно, здесь как будто бы, вот на второй план уходят деньги, я не могу понять, вот как будто, знаете, вот сфера, как самопоздание, что ли, раскрытие себя, она будет важнее, чем финансы, создание себя, да, то есть вот шагнуть в неизвестность, познать свои какие-то страхи, здесь мне, знаете, на финансовую сферу показывают сферу саморазвития, саморазвития, реализации, самореализации, да, когда вы будете, вот как будто бы от финансов, вы закрываетесь, здесь что-то другое вас будет интересовать, мне не показали сферу финансов, я не вижу здесь сказать, что вот эта сфера финансов, нет, вроде бы работу вижу, да, очень много моментов раскрытия себя, опознания себя, сферу финансов я не вижу, но это не говорит, конечно же, что у вас не будет денег, либо наоборот будет денег, здесь вообще почему-то не показали сферу финансов, почему, она как будто бы уходит на второй план, это альтернатива аркана башени, здесь изображен икар, да, то есть золотая середина, здесь как будто бы, знаете, показывают, что финансы будут следствия того, насколько вы будете работать над собой, это как аркан, как архетип эгоизма, да, то есть если вы разрушите, как башню, разрушите свои теневые аспекты, да, свой вот этот вот эгоизм, то пойдут преображения, здесь деньги, они вот, то, что я сказала в самом начале, когда деньги, подойки кубков, что деньги, они приходят на ваши эмоции, вот здесь эта сфера, это даже сфера саморазвития, вы очень много будете над ней работать, но она не будет у вас как самоцелью, понимаете, она, она, она как-то вот фоном проходит на протяжении всего года, вот, не то чтобы она сама собой, но она не будет стоять у вас как цель, но вы все равно будете развиваться, вот от того, насколько вы будете развиваться, от этого будут зависеть ваши деньги, то есть деньги здесь идут как бонусом, как плюшки, развиваетесь, вы получаете, не развиваетесь, не получаете, но здесь очень много таких арканов, указывающих на перемены на трансформации я могу предположить что деньги будет опять же таки да вот бессознательные страхи целостность самопознание да здесь человек вот задумается именно как раз ки знаете вот я не будете слова до предназначения и так далее вот здесь вот вопрос призвания будет для вас очень актуальным либо вывод в этом году поймете да вот к чему у вас лежит душа вот ваше призвание куда вас ведет ваша путеводная звезда вот как будто бы для чего вы рождены да в чем в чем вот это вот ваш талант и вот от этого если вы найдете будут у вас деньги вот как-то так не найдете но будет как было раньше так ну и последняя сфера я даже не знаю насколько я тут наговорила вообще годовой расклад он примерно час вот но я такой человек знаете со временем в контексте раскладов не очень дружу да то есть пока идет поток я говорю это может быть больше это может быть меньше хотя по жизни очень пунктуально и все что связано со временем но вот в раскладах у меня действительно как другое вид измененное состояние время здесь другой даже не знаю сколько там по времени ушла но и последняя сфера здоровье что у вас будет со здоровьем уход уход движение вперед исцеление девятка кубков ну смотрите все арканы говорят указывают на исцеление да на выздоровление это рыцарь сосудов на выздоровление и конечно в принципе это логично если вы приходите к слиянию со своим высшим я и доходите до этого уровня да то есть у вас высокие вибрации высоких вибрациях нету болезней потому что человек находится в гармонии с собой вот в принятии а в этом состоянии это высокие вибрации там нету болезней здесь могу сказать так со здоровьем будет все хорошо но здесь очень много кубков да то есть кубки 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 сосуд да что в принципе тоже кубки обращайте внимание на то что связано с водой здесь как будто вы знаете как не здесь не про лимфу а здесь вот как будто бы какие-то отеки но я уже говорил да про дополнительный вес здесь может быть да вот этот жир прям как жидкость да если это воспринимать и почему-то почему-то да то есть если кто-то ну вот здесь с алкоголем нужно быть осторожным здесь вот как-то я не знаю вода вот все что связано с водой на море может быть поедете будьте аккуратны и с водой как-то как захлебнуться я не про море я не про море сейчас не пугайтесь что-то с водой связано но это не про лимфу это не про жидкость я не могу понять здесь что-то что-то связано с водой в организме с водой тяжесть какая то ли вы много воды будете пить от этого будет ощущение тяжести здесь огня не хватает до движения тепла тепла огонь мне такое ощущение что будьте аккуратными когда поедете на море да чтобы вот как-то не обжечь а вот какие-то ожоги да здесь могут быть что-то связано с кожей тоже а вот прыщи как-то что-то такая какая-то высыпь высыпать может что-то волдыри до вода вода волдыри прыщи вот что-то такое с кожным покровом принципе по здоровью по здоровью то все хорошо если еще что-то да нет хорошо здесь какие-то планы будут ну ладно конечно двойка кубков нас планы на любовь да мы хотим отношения мы будем любить мы будем гармонии нет здесь все хорошо здесь в принципе исцеление вот единственное что будьте аккуратны с водой может быть знаете как-то вот отравление куда-то поехали допустим ну вот как у нас например на островах вода привозная ну то есть в бутылках из-под крана воду пить ну не рекомендуется вот ну может быть каким-то микробы что-то такое вот как-то отравление может вода где-то будет нечистая а может быть где-то я не знаю какой-нибудь водоем поехали до искупались либо я не знаю пошли на какие-нибудь стоп по процедуре а там вот вода и она вот какая-то ну какая-то заразная что ли вот как грязно идет здесь вот с кожей единственное что может быть а так в принципе нет здесь нету каких-то болезней нет нет тяжесть тяжесть что за тяжесть вот как там не идет с кожей какие-то волдыри волдыри поэтому будьте внимательны если вот на солнце да чтобы не сгореть а еще знаете как-то в дорогах вот если будут какие-то заболевания то это вот я говорю как-то в дорогах то ли не то попили не знаю может быть кофе к примеру до жидкости кофе какие-то газировки вот что-то такое да какие-нибудь соки и это будет что-то испорченное то есть все что связано с жидкостью алкоголь ну вот как отравление может быть мне почему-то идет как-то это с кожей либо очень много воды пьете либо наоборот недостаточно воды то есть водный водный баланс вот здесь вот все что связано жидко но я думаю вы поняли да вот будьте внимательны вот вот такой у меня был для вас расклад сегодня у нас значит с вами пятница я очень надеюсь хотя я не уверена я не знаю будет ли расклад в понедельник ну я его запланировала вот я если смогу запишу потому что мы все равно праздники да мне тоже хочется как-то отпрасновать если я буду в ресурсном состоянии но с учетом того что буду записывать ближайшие дни до годовые расклады блицы вот тут еще и праздники в общем я не знаю я себя вижу работающим человеком на праздники вот если вдруг понедельник утром проснять все видите расклад значит ему быть значит я записала если нет то ну видимо я отдыхаю я не знаю да что вы что меня ждать в любом случае я хочу вас поздравить с новым годом пожелать вам всего самого наилучшего вот такой сегодня годовой расклад был в январе я обязательно запишу по позиции не переживайте кто ждет там по позиции энергии года вот главные события года да вот такие расклады я сделаю в январе не в первых числах где-то там в середине я сделаю я каждый год делаю прогнозы общие по позиции просто этот был как демо версия все прощаюсь с вами желаю вам всего самого наилучшего пока пока